Вышиваем реснички. Берем иглу швейную с большим ушком, продеваем в нее кусочек коричневой пряжи и начнем. Вводим иглу сбоку на щечки и выводим от глазика и посчитаем вот эти вот верхние три белых столбика 1, 2, 3 и вот здесь выведем иглу. Протянем пряжу. Небольшой в конце кусочек оставим. Так, далее будем заводить иглу. Получается, вот глазик у нас расположен на двух рядах и вот между двумя рядами, вот прямо с самого края глазика. Выводим, заводим иглу туда и дальше постараемся вывести в том же месте у второго глазика. Я делаю это в два захода, так как у меня короткая игла, если у вас длинная игла, то у вас получится с одним заходом. Видео? Видео? Так и точно так же здесь отсчитаем сверху 1, 2, 3 вот эти белые столбики и заведем иглу и также выведем сбоку, где-то там на щечке. Нитка вот эта вот пряжа она должна быть хорошо натянута, сильно не тяните чтобы не порвать, но и в то же время она не должна болтаться, она должна крепко так натянута, чтобы она не спускалась вниз. Так реснички быстрее, теперь можно будет закрепить вот эти вот получившиеся кончики у нас. Здесь тоже отрежу. С кончиков можно снять плюш, лучше снять плюш, чтобы потом закрепить вот этот кончик хвостика на какой-нибудь из петель и спрятать вовнутрь головы. Итак, находим тут заднюю стеночку любой петли и зафиксируем на ней нашу ниточку. Один узелочек и второй. И прячем ниточку. Ниточку. И так же с этой стороны снимаем плюш с ниточки, фиксируем на задней стеночке любой петли и прячем кончик уже окончательно в голову. Реснички вышиты, теперь будем пришивать голову к туловищу. Вот так берем швейную иглу и швейную нить сложную двое и начнем пришивать. Сначала с задней стороны зафиксируем ниточку. И берем нашу голову, смотрим, вот у нас осталось вот тут вот, когда мы закрыли наше вязание, осталось 12 петель. Вот приблизительно смотрим, где это может быть, вот у нас тоже такой же вот кружок и будем пришивать за эти петли. Можно голову зафиксировать спицами, тремя спицами, две накресты, одну посередину. Вставить в голову и в туловище. Вот кому так удобнее, можете зафиксировать голову спицами. Я свои игрушки изначально фиксировала, а сейчас уже и так наловчилось пришивать. Итак, захватываем петельку с головы и захватываем петельку с туловищем. Так и начнутся с этой стороны. Наверное, так будет удобнее. Подтягиваем, только не сильно, чтобы не порвать наши петелечки. Подтягиваем. 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 Також мы пришиваем по кругу. Можно дойти до конца и потом точно также еще раз повторить, чтобы голова наверняка крепко-крепко сидела. Пришиваем, периодически проверяем, все ли у нас ровненько идет, все ли правильно, и так до конца. Голова пришита, сейчас будем вышивать белые вкрапления на грудочке и на голове. Берем швейную иглу с большим ушком, протягиваем в нее белую пряжу, кусочек небольшой, и начнем с головы. Будем вышивать вкрапления в виде такого треугольничка. Итак, начнем, протягиваем иглу, с пряжей оставляем небольшой кусочек для фиксации и вышиваем наше вкрапление, захватывая два ряда. Захватывая два ряда и столбики эти беленькие получившиеся располагаем друг от друга на расстоянии двух столбиков, двух петель. Итак, сейчас мы идем по направлению вниз, дойдем до серединочки и здесь будем обратно подниматься наверх. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы как бы смотрите тоже сами внимательно по рисунку, чтобы не было лишних пусток, но и слишком много тоже их не надо вышивать. Смотрите, где вам хочется заполнить, там заполняйте. Вот эти белые столбики, они не должны быть расположены ровненько-ровненько, их можно в таком хаотичном порядке располагать. Ой, что-то я сдвинула игрушку в бок. Так, я сейчас вернусь чуть-чуть назад и сделаю вот здесь еще один такой белый столбик. 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 Вот здесь ещё один делаем. и выводим иглу отрезаем ниточку так на голове белые вкрапления у нас сделаны на хвостиках мы поснимаем весь плюш с ниточек и зафиксируем здесь и спрячем в голову итак я плюш уже сняла находим здесь как обычно стеночку заднюю любой петли делаем на ней пару узелочков и прячем уже окончательно этот хвостик в голову игрушки и так же делаем со вторым хвостиком и приблизительно так же вышиваем белые вкрапления на грудочке отсчитаем от шеи вниз 9 рядов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и значит вот на этих рядах будет в виде треугольничка тоже расположены эти белые вкрапления также можно начать сверху идя вниз захватывая по 2 ряда и располагая на расстоянии 2 столбика между краплениями этими беленькими и идти вот так вот сверху вниз и далее по другой стороне наверх кому как удобно можно конечно и снизу вверх это не обязательно хорошо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот как раз мы пришли к серединке. Все, я вышла белые вкрапления, вот с этой стороны я еще один добавила, вот этот вот белый столбик, скажем так. Вот, и наша лисичка Ли готова. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной, спасибо большое подписчикам, спасибо большое и не подписчикам. Если вам нравится, как я вяжу и то, что я вяжу, и если вы не подписаны, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео мастер-классы. Всем спасибо большое еще раз, пока-пока.